Это все, что осталось от обгоревшей бытовки. Семья приезжих из Таджикистана, двое мужчин и взрослые сыновья строили на базе отдыха летнюю беседку. Накануне они получили зарплату и разделили деньги между собой. Но по версии следствия, одному из гастарбайтеров его доля показалась мала. Это и стало предполагаемым мотивом убийства. По материалам дела ночью молодой человек решил поквитаться с обидчиком. Способ наказания выбрал страшный. Жег своего родного дядю живьем. Он через окно облил своего дядю, который спал бензином и поджег. Потом прибежали на помощь, то есть потушили. Но 90% ожогов потерпевшему было причинено. И он где-то около суток, меньше даже чем сутки он прожил и в больнице он умер. Гастарбайтера обвинили в убийстве и отдали под суд. Но молодой человек не признается в содеянном. Сабир Миров никогда не был жадным до денег, говорит его невеста. И дядю своего он очень любил. У нас никто не верит, что он может такое сделать. Он никогда никого не обижал и не трогал. И тут вдруг на него такие обвинят. Доказательств вины подсудимого достаточно, говорит гособвинитель. Есть даже данные оператора сотовой связи о том, что обвиняемый находился поблизости от места совершения преступления. Выдвигает разные алиби, которые в ходе предварительного следствия были все разбиты. То есть опровергнуты. Перед смертью, перед тем, как потерять сознание, пострадавший успел назвать имя своего убийцы. Слушания дела продолжаются. В суд будут вызваны свидетели из Таджикистана, которые уже успели покинуть Пермь. Елена Еговцева, Александр Копысов, Телевизионная служба новостей.